С этого небольшого баллона газа, находящегося под давлением, начинается самая большая и самая мощная в мире цепь ускорения частиц, которая заканчивается грандиозным, большим адронным коллайдером, который находится в Церне. Атомы водорода из этого баллона определенными порциями или пакетами поступают в начальную камеру линейного ускорителя Церна Линак-2, где с помощью электрического поля от них отрываются электроны, после чего остаются одни ядра водорода. Эти ядра представляют собой протоны, имеющие положительный заряд, что дает возможность ускорять их посредством электрического поля. Итак, теперь их путешествие к столкновению со сверхвысокими энергиями, которые исходны с энергиями почти сразу после Большого взрыва, можно начинать. В ходе этого начального ускорения Линак-2 работает как первая ступень огромной ракеты. К тому моменту, когда пучок протонов покинет Линак-2, он будет двигаться со скоростью одной третьей скорости света. Затем протоны попадают в бустер, другими словами, вторую ступень ракеты. Для того, чтобы максимально увеличить интенсивность пучка, его разделяют на четыре малых пучка на каждый из колец бустера. Теперь прямолинейное ускорение уже нецелесообразно, поэтому ускоритель имеет форму замкнутого кольца, длина окружности которого 157 метров. Чтобы получить нужное ускорение, пучки циркулируют в бустере, а электрическое поле пульсирует подобно тому, как подталкивают ребенка на карусели каждый раз, когда он достигает определенной точки. Магниты оказывают на пролетающие протоны определенную силу, которая задает нужный угол направлению их движения. Таким образом, мощные электромагниты направляют пучок протонов по кругу. Ускоритель увеличивает скорость протонов до 91,6% скорости света и делает пакеты пучка более плотными. Затем снова собранные вместе пучки из четырех колец попадают в протонный синхротрон, по аналогию третью ступень нашей ракеты. Для удобства давайте отслеживать только два таких пакета протонного пучка. Длина окружности протонного синхротрона имеет 628 метров, и пучки двигаются в нем по кругу в течение 1,2 секунды, достигая более чем 99,9% скорости света. При этом достигается критическая точка, состояние, когда энергия, добавляемая протоном с помощью пульсирующего электрического поля, больше не может увеличить их скорость, которая практически достигла максимально возможной – скорости света. Вместо этого прикладываемая энергия увеличивает массу протонов. Иными словами, протоны не могут двигаться быстрее, поэтому они становятся тяжелее. Микроскопическая кинетическая энергия каждого протона измеряется в единицах, которые называются электронвольты. Сейчас энергия каждого протона увеличена до 25 гигаэлектронвольт, или ГЭФ. В этот момент протоны в 25 раз тяжелее, чем когда они находились в покое. Теперь пакеты пучков протонов направляются в четвертую ступень. Протонный супер-синкратрон. Огромное кольцо, длина окружности которого составляет 7 километров, построенное для увеличения энергии протонов до 450 гигаэф. Этой энергии достаточно, чтобы инжектировать пучки протонов в большой адронный коллайдер, или БАК, который расположен между горами Юра и Альпами на границе Франции и Швейцарии. Он находится глубоко под землей, а длина его окружности составляет 27 километров. БАК состоит из двух вакуумных труб, по которым протонные пучки летят в противоположных направлениях. Использование специальных устройств, кикеров, позволяет синхронизировать входящие пакеты протонного пучка с пакетами пучков, уже циркулирующих в трубках БАК. В одну трубку попадают протоны, которые будут циркулировать по часовой стрелке, а в другую протоны, которые будут циркулировать против часовой стрелки. Двигающиеся в противоположных направлениях пучки пересекаются в четырех точках, вокруг которых расположены детекторы. Там и происходит столкновение частиц. Энергия столкновения двух протонов, летящих в противоположных направлениях, вдвое превышает энергию каждого сталкивающегося протона. Продукты столкновения регистрируются детекторами. В течение получаса протонный суперсинкратрон инжектирует пакеты протонов до тех пор, пока в коллайдере не будет 2808 пакетов. В это время БАК добавляет энергию протонам, чья скорость настолько близка к скорости света, что они пролетают кольцо длиной 27 километров больше 11 тысяч раз за секунду, получая заряд энергии при каждом обороте от пульсирующего электрического поля. В конце концов, каждый протон приобретает энергию в 7 ферроэлектрон вольт, и они в 7 тысяч раз тяжелее, чем в состоянии покоя. Для создания огромного магнитного поля, способного поддерживать пучки протонов на кольцевой орбите, электрический ток, циркулирующий в электромагнитах БАК, должен достигать 12 тысяч ампер. Китрость заключается в том, что БАК охлаждают до температуры ниже, чем в открытом космосе. При такой температуре электромагниты становятся сверхпроводящими. Теперь протоны готовы к столкновению в детектах. Направляющие магниты изменяют траекторию протонов и переводят их на встречный курс. Общая энергия двух протонов, сталкивающихся в БАК, составляет 14 тераэлектрон вольт, и воспроизводит состояние, похожее на состояние после большого взрыва. Следы частиц, образующихся в результате подобного столкновения, будут проанализированы компьютерами, подключенными к детекторам. И мы надеемся на то, что результаты анализа дадут нам новое понимание того, как Вселенная появилась, как она развивалась, что управляет ее поведением сегодня, и что произойдет с ней в будущем. Переведено и озвучено на канале Простая наука. Простая наука.